Гриф «Секретно» или «Совершенно секретно» стоят на всех документах, представленных на выставке «Симбирский Ульяновский край. 20-й век» под грифом «Секретно», который подготовил Государственный архив новейшей истории Ульяновской области. Она открылась во Дворце книги во время декады отечественной истории Ульяновской области. Ну и, естественно, как всё то, что когда-то было скрыто от людских глаз, это всё самое интересное, самое манящее, самое любопытное. И поэтому мы решили, что, как и 80-летие Ульяновской области, в принципе, будет очень актуально показать одни из самых интересных, хотя это, конечно, не все, но одни из самых интересных документов, которые были засекречены ранее. Особый интерес представляют документы периода Великой Отечественной войны. Именно в разгар военных действий 19 января 1943 года была образована Ульяновская область. В 1960-е и 1970-е годы ознаменовались подъёмом промышленности региона. Руководителем области был Анатолий Андрианович Скачилов. Кроме того, в это время область активно готовилась к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Город преобразился как в промышленном отношении, так и в архитектурном. В это время был построен авиационно-промышленный комплекс, научно-исследовательский институт «Марс». Научно-исследовательский институт атомной энергетики в Меликесе стал базой для проведения международного совещания по быстрым нейронам. Сохранилось и письмо секретаря Ульяновского областного комитета КПСС Скачилова о строительстве атомной электростанции в Ульяновской области от 9 июня 1971 года. Здесь представлены многие документы, на которых, если посмотреть, имеется гриф «секретно», совершенно секретно. Это документы, которые охватывают всю историю нашего Симбирско-Ульяновского края. Это все документы, которые всегда бы хранились на архивных полках и не были бы доступны зрителю и посетителю, если бы не деятельность Ульяновской областной комиссии по рассекречиванию документов. Как сказал директор архивов, в преддверии декады состоялось заседание комиссии, на которой были рассекречены последние документы, созданные КПСССР и комитетами комсомола на территории Ульяновской области за 1991 год. Так что в скором времени у историков появится возможность изучать советский период вплоть до ноября 1991 года. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Даниил Сурков, Улправда ТВ.